Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Ну что же, в завершение садово-огородного сезона можно поставить окончательную точку. Все плоды собраны. Итоги по сезонному проекту перчинка 2022 у нас окончательно подведены. И даже детский контейнерный огород, в котором у нас просто красовались перцы от компании Сидек, острые кустарники, которые мы выращивали в виде букетные посадки тоже уже практически все собраны. Это лишь остатки сладки, которые мы собрали именно в защищенном грунте. Ведь мы своевременно убрали наши посадки в тепличку и благодаря этому сохранили еще массу перчиков в свежем виде. Кроме того, что мы их перерабатывали в консервацию, добавляли вкуснейшие маринады, сушили, делали свою паприку. И, конечно же, у нас еще, видите, свежие продукции есть. Делимся с коллегами, с родными, близкими. И еще, как говорится, осталось у нас в остатке. Давайте сегодня поговорим о том, какие позиции из каталога производителя мы берем в новый незабываемый сезон перчинка 2023. Из каталога производителя компании Сидек я выбрала пять позиций. Три из них стреляны воробьи. Я их вращаю уже не первый год. Это перец кустарниковой искры, все небо в звездах и конфетти. Мы их наблюдали уже с вами на протяжении последних сезонов нашего канала. И еще беру две новинки. Новинки для меня, но не для производителя. И многие наши садоводы-огородники уже выращивали эти замечательные кустарниковые острые пикантные перчики. Это кустарниковый перец рябинка и оранжевое чудо. Выращивать все пять позиций я буду, как и прошлые сезоны, в детском контейнерном огороде. Точнее, я помогу дочке с рассадой и с выбором семян, а дальше уже сама-сама. Помните, у нас вот эти вот емкости строительные, которые я приобретала в строительном магазине, я использую уже не первый сезон. Конечно же, в них есть дренажное отверстие, которое муж мне просверлил сверлом. Обязательно есть слой дренажа. Это керамзит средней фракции. И дальше уже наполнены емкостью питательной смесью на основе садовой земли с добавлением богатой части перегноя зрелого и компоста. Все это я уже заложила в емкости, подготовив полностью почву к следующему сезону и накрыла сверху большими мусорными плетеленными пакетами, которые использую многократно. Для чего я это делаю? Емкости оставляю промораживаться непосредственно на улице. Так они у меня будут зимовать до самой весны. Почему сверху накрываю пакетом? А посмотрите, октябрь у нас был богат на осадки, сверху скапливается влага, сейчас уже, видите, у нас подмораживает и сверху образовывается лед, а это значит, что вся эта избыточная влага в емкость не проникает. И при цикле заморозки-разморозки мои емкости не пострадают, не лопнут, не треснут, и благополучно доживут до следующей зимы. Есть еще один большой плюс. Почвогрунт в таких емкостях избыточно не переувлажен и нормальной влажности весной оттаивает быстрее, прогреваясь под пакетом. Такие емкости можно занести в тепличку, подготовив таким образом к более ранней высадке. Именно там можно наши посадки передержать первое время, когда пока не минует у нас угроз возвратных заморозков. Итак, с емкостями мы разобрались, теперь давайте подробно рассмотрим, в чем же преимущество острых кустарниковых перцов. Во-первых, богатое разнообразие в каталоге позволит вам выбрать по душе и по вкусу и по внешнему виду любого из красавцев, чтобы скомпоновать их, либо посадить в монопосадках. Такие перцы кустарниковые, они неприхотливые. И в большинстве своем, кроме старта сезона, когда их нужно утеплить, потому что перец довольно теплолюбивая культура, отлично растут в открытом грунте. И мы это уже доказали не одним сезоном отличного урожая. Прикрываем только весной и уже на финише сезона, как говорится, заносим емкости, чтобы как можно дольше продлить, пролонгировать отдачу урожая. Ведь плодоносят они практически до самого снега. Вы уже в этом убедились. И кроме этого, кустарниковые перцы отлично конкурируют не только с другими декоративными овощами, но и в том числе с цветами. Посадите их в цветнике в виде бордюрных посадок, в виде посадок в горшки, принесите их потом домой. Они отлично справятся с этой задачей, не только добавляя вам пикантную остринку к вашим кулинарным блюдам, но и в том числе создав декор и уют в интерьере кухни. Чем хороши еще такие кустарниковые перцы? Дело в том, что если вы заглянете в каталог производителя компании Сидек, вы увидите, что они совершенно различные по высоте, но все они достаточно компактные, с хорошо развитым кустом, по высоте до где-то 70-80 сантиметров. Даже от 20-30 вы сможете подобрать такие растения именно в групповую посадку, более высокорослую распределив на заднем плане, в виде амфитеатра, либо в центре и по бокам, по кругу, расположив более низкорослые сорта. У них глянцевая, красивая, густая листва, и она тоже декоративно выглядит. Ну а плоды, плоды совершенно разные. И по своему расположению, в виде вот таких вот букетиков, которые смотрят вверх. Паниклы, которые слегка опущены вниз. И горло, торчащие вверх в виде салюта. И, конечно, по форме у самих стручочков. От горошины до слегка кнусообразной формы. Вертионовидные. И в том числе стручкообразные в виде пальчиков. Итак, давайте по порядку. С дочкой мы выбрали такие перчики, чтобы снова расположить их в букетной посадке. Впереди, на переднем плане будут более низкорослые перчики. И для этого отлично подойдет перец кустарниковой искры. Это среднеранний, необычайно обильно плодоносящий сорт. Он вступает в плодоношение на 100-115 день. Высота куста где-то 25-30 сантиметров. Мы уже этот перчик выращивали. Он чрезвычайно нарядный. Плоды его в биологической спелости, как вот сейчас на упаковке, ярко-красный цвет, блестящий, удлиненный. Длина с ручкой до 6 сантиметров. Довольно жгучий. И самое главное, чем хорошо плоды равномерно окрашиваются. Сначала они такие молочно-зеленоватые, а потом переходят в биологическую спелость и выглядят чрезвычайно эффектно. Второй перчик – это у нас перец кустарниковой конфетти. Он тоже среднеранний и плодоноситель начинает вместе с искрами на 100-115 день. И самое главное, высота его тоже 20-25 сантиметров. И его можно компоновать именно на переднем плане букетной посадки. Либо в бордюр собрать, либо скомпоновать в горшочках с другими перчиками. Плоды многочисленные, такой округлой формы. И самое главное, что конфетти, название, говорит само за себя. На одном и том же растении вот такие округлые горошинки плодов, где-то диаметром до 1,5 сантиметров, в зависимости от состояния спелости, могут быть буквально до 5 оттенков различного цвета. И молочно-зеленоватые, и ярко-оранжевые, и ярко-красные, и фиолетовые в технической спелости. Конечно, когда все плоды заспевают, они равномерно окрашиваются уже окончательно в конце сезона в ярко-красный цвет. И они очень аппетитные, и могут использоваться так же, как перец кустарниковой искры. Универсально, то есть и в кулинарии, и в заготовках. Следующий красавец, который мы с дочкой поставим в букетных посадках, уже вторым ярусом, поскольку он чуть-чуть повыше, это перчик кустарниковый оранжевое чудо. Для нас это новинка, но не новинка для производителя. Как я уже сказала, перец очень будет декоративный. И самый большой плюс, что он начнет уносить раньше всех. Это скороспилый перчик, который буквально вступит в подношение на 85-95 день. И стартует эстафету получения острой перчинки в нашем сезоне 2023. Растение, как я уже сказала, высотой 30-35 см. Можно посадить его уже вторым ярусом. И самое главное, он чрезвычайно декоративный. Плоды его будут ярко-оранжевыми в биологической спелости, блестящими, слегка приподнятыми вверх. Такой, знаете, чуть-чуть с небольшим утолщением у подоножки и потом заостряющийся в виде небольшого конуса уже к кончику. То есть на одном растении мы можем увидеть и плоды в технической спелости, которые будут беловато-зеленые. А когда он уже полностью созреет, ярко-оранжевые гроздья мы сможем собирать уже буквально кисточками. Масса стручков где-то в среднем от 4,5 до 5 граммов. И легко можно такие перчинки сушить, собирать в композиции на кухне и мариновать в баночке для получения острых пикантных приправ и соусов. Еще одна новинка в моем ассортименте декоративных перчиков дочка выбрала из каталога компании Сидек. Это перец кустарниковый рябинка. Средеспелый сорт, который отлично начинает подносить на 130-135 день. А это значит, что все перчики у нас будут постепенно, пролонгирно отдавать урожай. Какие-то начнут пораньше, какие-то попозже. Но, соответственно, все они финишировать будут практически вместе, поскольку мы их будем защищать на финише сезона. Заносить наши емкости в тепличку и получать урожай до самой глубокой, поздней осени. Как вы видите, сейчас уже достаточно прохладно, а мы перчик все еще сохраняем. И с удовольствием кушаем и угощаем. Чем же хорош перчик рябинка? У него рост повыше, поэтому мы можем его посадить уже в третий ярус нашей букетной посадки. Высота его где-то до 50 сантиметров, если я правильно помню. Да, даже до 60. В среднем это полметра он вырастает. Обязательно поставьте ему опору, поскольку растение хорошо облиственное, с глянцевой декоративной листвой. Выглядит очень декоративно. И можно даже вырастить его в большом горшке и держать потом на лоджии, застекленном балконе. Или перенести на кухонный подоконник и наслаждаться вот этим перчиком до весны. Мало кто знает, что перец кустарниковый декоративный – это многолетняя культура. И можно его держать в квартире до 2-3 лет. Соответственно, у него будет состояние покоя, пройдет вперед листопада. И потом, как птица феникс, снова обрастет листочками, зацветет и даст вам новый урожай пикантных стручочков. Кстати, масса стручков у перчика рябинка где-то до 2-3 граммов, а толщина стеночки 1-2 миллиметра. Он довольно мясистый. И посмотрите, название говорит само за себя – рябинка. Словно гроздья яркой рябины, ярко-оранжевого такого блестящего цвета, собрана на верхней части кустика. Обязательно попробуйте его вместе с нами. Ну а в завершение я хочу вам показать вот такой перец кустарниковый. Все небо в звездах. Мы его выращиваем уже на протяжении трех сезонов, поэтому подробно на нем останавливаться не буду. Растень довольно высокорослая. 50-60 сантиметров вырастает в благоприятных условиях. Масса плодов до 3 граммов. И он очень нарядный. Все небо в звездах, как в алмазах. Как я уже говорила, как и конфетти, куст окрашивается всеми цветами перечной радуги. От антоцианового фиолетового цвета в технической спелости до зеленовато-молочного цвета, оранжевый, красный. То есть он очень нарядный. Единственное, что форма плодов немножечко отличается. Если все небо в звездах у нас слегка вот такой конусовидной формы, округленный, то есть небольшой скругленный конус, то конфетти – это более округлые плоды. Поэтому играем не только на высоте куста, не только на окраске плодов, но и на форме. И получаем красивые, шикарные, богатые композиции. И, кстати, если вы хотите прожить долго, питайтесь правильно. Поэтому остринка в рационе должна быть обязательно в меру. С осторожностью нужно употреблять острый перец людям с проблемами и заболеванием желудочно-кишечного тракта. Но все равно немножечко обязательно, особенно в холодное время, перчик нужно употреблять для стимуляции именно нашей иммунной системы и органов кровоснабжения, системы кровоснабжения. Поэтому запасаемся семенами. Сейчас можно в спокойной обстановке, когда все садово-городные дела уже завершены, сделать это, зайдя по ссылочке, которую мы прикрепляем в конце нашего видео в описании, заходите в каталог из огромного разнообразия острых кустарниковых перчиков, выбирайте по душе. Вы можете выбрать один или два, или перепробуя всю коллекцию производителя. Ни в чем себе не отказывайте. Перцы много места не займут, не обязательно выделять им целую грядку. Мы в этом уже убедились. Очень комфортно выращивать его в емкостях. Дерзайте, пробуйте новые вкусы и играйте с яркими красками вот этих красавцев. Еще раз в заключении напоминаю, какие перчики мы будем выращивать в следующем сезоне. Это все небо в звездах. Откладываю. Перец кустарниковый, рябинка от компании Седек. Шикарный конфетти, повторюшка последних сезонов. Не могу от него отказаться. Просто шикарнейшие искры, яркий салют остреньких плодов. И новиночка для меня – оранжевое чудо. Что у нас получится, обязательно посмотрим в следующем сезоне. Не задаливая, посеем в феврале на рассаду. Но к этому вернемся чуть позднее. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok